Программа «Сила права» Уголовное преследование от имени государства Прокурор выступает полномочным представителем государства в области уголовного судопроизводства При поддержании обвинения прокурор обеспечивает его законность и обоснованность Хотелось бы отметить, что деятельность гособвинителя сложна и многократно Он представляет суду доказательства и участвует в их исследовании Излагает мнение по существу предъявленного обвинения Высказывает суду предложение о применении уголовного закона и назначении подсудимому мер наказания Прокурор поддерживает или отдельно заявляет в уголовном деле гражданский иск Если этого требует защита государственных и общественных интересов Либо охрана прав граждан При несогласии с приговором суда прокурор наделен правом на его обжалование В минувшем году прокурорами обеспечено участие при рассмотрении судами более 2300 уголовных дел Наступательная позиция государственных обвинителей в ходе судебного следствия Активное предоставление ими доказательств и участие в их исследовании Способствовали принятию судами законных и обоснованных решений При наличии оснований прокуроры принимали меры к обжалованию В апелляционном и касационном порядке незаконных судебных решений В целом деятельность прокуроров по обеспечению участия при рассмотрении судами уголовных дел Направлена на реализацию конституционных прав граждан А также на исполнение требования закона о разумном сроке уголовного судопроизводства Арсен Ахматович, я хочу вас спросить Какова главная задача прокурора при участии в суде по уголовным делам? Как известно, в судебном процессе присутствуют две стороны Защита обвинения При этом прокурор выполняет полномочия по поддержанию государственного обвинения И правозащитную функцию Необходимо отмечить, что все полномочия прокурора Они направлены на охрану прав и свобод человека Интересов общества и государства Когда мы работаем с судебными решениями Перед нами главная задача стоит в том, чтобы обеспечить их законность Если по какой-то причине суд первой инстанции допустил ошибку Которая влечет нарушение прав как потерпевшего, так и подсудимого То мы обязаны на это реагировать И хотя для нас очень важным является восстановление нарушенных прав потерпевших От преступлений лиц Права подсудимых мы также обязаны соблюдать в полной мере Государственный обвинитель обязан заботиться о том, чтобы имущественные и моральные права потерпевших Были максимально восстановлены Что касается подсудимых, то они должны получить адекватное наказание То есть соразмерное совершенным им преступлением Арсен Ахматович, значительную общественную опасность представляют собой преступления Связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных средств Расскажите о приговорах по данной категории дел Уголовный кодекс Российской Федерации содержит 11 статей Предусматривающих ответственность за совершение преступлений В сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ Что свидетельствует о повышенном внимании государства К указанной социальной проблеме, как наркомания Хотелось бы обратить внимание на то, что в примечании к статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации Предусмотрен специальный вид освобождения от уголовной ответственности В том случае, когда лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества И активно способствовавшее раскрытию и пресечению преступлений Связанное с их незаконным оборотом и изобличением лиц их совершивших Освобождается от уголовной ответственности Судами республики осуждены свыше 300 лиц за преступления Связаны с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ Это порядка 15% от всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности К примеру, в прошлом году Черкесским городским судом Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 4 граждан В зависимости от роли и степени участия Они признаны виновными в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества Участие в нем и в покушении на незаконный сбыт наркотиков Совершенных с использованием телекоммуникационной сети интернет Обвинение доказало, что злоумышленники в период с августа 2020 года по февраль 2021 года Выполняя различные роли руководителей, курьеров, закладчиков Осуществляли незаконный сбыт героина дистанционным способом Наркотики они получали в Московской области, в ближайших регионах И размещали их в тайниках-закладках с наркотическим средством На территории республики и иных регионов России Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя Приговорил обвиняемых 12 годам 6 месяцев лишения свободы С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима А также к 7 годам 6 месяцев лишения свободы С отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима С ограничением свободы на один год То есть сроки довольно суровые за данные виды наказания Насколько я понимаю, за вождение в нетрезвом состоянии Человека могут лишить автомобиля Вот есть ли у нас такие случаи в практике, в прокурорской? При Кубанском районе судом, например, был постановлен обвинительный приговор В отношении жителя села Чапаевского В суде было установлено, что подсудимый, будучи лишенным водительского удостоверения За отказ от прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения Повторно управлял своим автомобилем в состоянии опьянения В поселке Кавказском, при Кубанском районе, был задержан сотрудниками полиции Суд назначил подсудимый наказание в виде 240 часов обязательных работ С лишением права управления транспортным средством на один год и шесть месяцев Одновременно суд конфисковал принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2124 К сожалению, некоторые люди по-прежнему садятся за роль в состоянии алкогольного опьянения Они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих Есть ли судебная практика по привлечению к уголовной ответственности за так называемое пьяное вождение? За 2022 год судами Республики вынесено более 120 приговоров в отношении лиц, повторно совершивших преступления Предусмотренные статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации При этом реальное наказание в виде лишения свободы назначено более чем в 45% В случаях от общего числа осужденных за данные преступления Есть примеры, когда прокуроры добивались ужесточения данного вида наказания Имеется в виду реального лишения свободы В отношении водителей, привлекаемых за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения В судах апелляционной и касационной инстанции Подобная ситуация прежде всего обусловлена тем, что данные преступления имеют высокую общественную опасность Она проявляется в том, что вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Создает угрозу причинения вреда здоровью и жизни гражданам Как реализуется полномочия прокурора по обжалованию судебных решений? Спасибо за вопрос В суде апелляционной инстанции проверяется законность судебных решений, которые не вступили в законную силу И обжаланы участниками процесса Работники прокуратуры участвуют в исследовании доказательств Поддерживают доводы апелляционных представлений на судебные решения Опровергают необоснованные доводы жалоб Ежегодно в суде апелляционной инстанции с участием прокуроров рассматривается свыше 450 уголовных деломатериалов Еще одним направлением деятельности является проверка уже вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам И их касационное обжалование Следует отметить, что возможности оспаривания таких решений для прокурора несколько ограничены Но речь идет о касационном обжаловании Поскольку касационный пересмотр дела является исключительной стадией Возможной лишь при наличии существенных нарушений закона, повлияющих на исход дела При наличии оснований ставится вопрос об отмене или изменении судебных решений Арсен Ахматович, есть такие факты хищения денежных средств, связанные с получением различного вида выплат Подвергались ли уголовному преследованию в Карачаево-Черкесии Вот эти факты Такая практика в нашем регионе также имеется, к большому сожалению Например, Черкесским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жительницы республики Которая по предварительному сговору с другими лицами Представила в пенсионный орган пакет документов Включая фиктивное пенсионное дело для получения льготной пенсии И неправомерно были получены выплаты на сумму свыше 1 миллиона рублей При аналогичных обстоятельствах жительница Ставропольского края Представила фиктивные документы о наличии инвалидности для получения соответствующей пенсии Таким образом были похищены денежные средства на сумму свыше 1 миллиона 60 тысяч рублей По всем уголовным делам, в том числе и о выплатах и охищении бюджетных средств Работники прокуратуры ориентированы на принятие исчерпывающих мер Направленных на возмещение ущерба причиненному государству Это основная и приоритетная функция органов прокуратуры по данным категориям дел Ну что же, я благодарю вас за полезную информацию Желаю вам успехов в труде Спасибо Спасибо